Алтайский завод прецизионных изделий. С этим предприятием давно и плодотворно сотрудничает ведущая машиностроительная компания страны. На этот раз визит ее руководства посвящен обсуждению темы импортозамещения в ключевых отраслях промышленности и расширению горизонтов сотрудничества. Никто в стране не может делать то, что делают здесь. Просто никто не может. У нас в военное время с партнером был БОШ. Здесь БОШ работал. Сейчас это все ушло. И в честь сказать Алтайского завода, они выполнили то, на что мы их ориентировали по выпуску современных топливных аппаратов для двигателей команд. Выпуск отлажен, пора наращивать объемы производства. КАМАЗ готов четыре раза увеличить закуп продукции АЗПИ. Для выполнения этой задачи алтайское предприятие закупило дополнительное оборудование, ждет его поставки. А столица края ждет от КАМАЗ автобусов НИФАС. Машины этой марки наш регион закупил в прошлом году для автопарка муниципального транспортного предприятия Барнаула. Дизайн этой техники был нами выстрадан. Это было очень интересно создавать современный дизайн автобуса. Как выяснилось, гораздо сложнее, чем дизайн грузовика. Много было вариантов, экспериментов. Ну и по техническому уровню это сегодня самый современный из последних проектов нашей страны. Мы рады, что наша техника будет на вашей улице. КАМАЗовские автобусы, добавил эксперт, вобрали в себя самые последние отечественные разработки. В числе ключевых технических плюсов – низкий расход топлива, высокая надежность и выносливость. Многое предусмотрено для комфорта пассажиров и водителя. Низкий уровень для посадки, устройство для зарядки айфонов обязательно включается, информационное табло, современные кабины, подрессоренные, пневматики, пресла. Водитель, кто работает 8-10 часов, не должен уставать при своей работе. У него высока ответственность по безопасности, он везет людей. 10 из 41 приобретенных автобусов автопарк предприятия, создаваемого на базе Горэлектротранса, уже пополнили. Остальные должны прийти в Барнаул в конце февраля-начале марта. Автобусы большой вместимости, до 100 человек, будут обслуживать самые ходовые и протяженные маршруты – 1-й и 10-й. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.